Форточку покрепче, телевизор погромче, но ночью и это не поможет. Квартира семьи Мурадян ближе всех к злополучному кафе. И хотя режим тишины в нашем городе начинается уже после 22 часов, веселье за окнами прекращается лишь к утру. Заведение работает до 6.00. Там музыка в основном поет постоянно по вечерам, тем более по выходным это очень сильно. И во-вторых народ, то есть он выходит получается на улице и начинает орать, то ли спорить, и драка бывает иногда. То есть мы рядом находимся и это очень хорошо слышно. Семья Мурадян свои бедения, одинокие соседства с подобными заведениями все чаще отравляет горожанам жизнь. С начала года в Тюменской области зарегистрировано 230 жалоб. Громкая музыка, грохот посуды, звуки передвигаемой мебели и даже стук каблуков персонала. 85 обращений нашли подтверждение. Если у вас возникают проблемы, то прежде всего необходимо обращаться в администрацию заведения, которая вам мешает. В жалобе стоит указать, что в противном случае вы будете обращаться в суд. Обычно это действует. Но если владелец точки не хочет идти вам навстречу, смело двигайтесь по инстанциям. Первое это управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Его эксперты произведут замеры уровня шума и вибрации. Например, неправильно установленного вентиляционного оборудования или недостаточной звукоизоляции. Жильцам главное указать время, когда шум достигает максимума. У нас, как правило, проводится либо внеплановая проверка, которая согласуется с прокуратурой области, либо проводится административное расследование по фактам нарушения обязательных требований. Если факт уровня шума подтверждается в квартире и уровень шума превышает гигиенические нормативы, принимаются меры реагирования. Если нарушение подтвердится, жильцам помогут составить иск и уже суд выберет меру наказания штраф в размере 20 тысяч рублей или приостановление деятельности от 7 до 90 суток. В области за 10 месяцев этого года наказали 41 заведение. Метод действенный, предприниматели теряют выручку, а потому и справляются. Однако есть и такие шумы, которые не зависят от бизнесменов. Это касается криков пьяных компаний возле пятийных заведений, иногда строительных и погрузочно-разгрузочных работ. В таких случаях вызывайте полицию. Федеральный закон о тишине на вашей стороне. Кроме того, шум сам по себе не так безобиден, как кажется. Адаптация к повышенным децибелам невозможна. Шумовое загрязнение, присущее сегодня большим городам, сокращает продолжительность жизни человека на 10-12 лет. Это негативное влияние на 36% более значимого, чем курение табака. Вероятно, поэтому вопросами звукоизоляции еще на этапе строительства заинтересовались на уровне областных властей. Предложение по размещению нежилых помещений в многоквартирных домах отдали на рассмотрение в правительство России Дмитрию Медведеву. Так что, если вскоре появятся новые нормативы, шумных вопросов станет меньше. Дербарану Владимир Кондратьев, Тюменское время.